Храм нерукотворного образа Христа Спасителя в Амеретинской долине, 5 часов утра. Под бой колколов духовенство города встречает великую для всех православных святыню, икону Феодоровской Божьей Матери. Надежно запакованную в специальный кофр, икону заносят в храм. Там ее появление уже ждут немало верующих. Начинается служба. Уже ранним утром в храме много людей. Не прекращается очередь и ближе к 9 часам утра. Еще бы, для православных иконой Феодоровской Божьей Матери святыня особая. Икону называют чудотворной. Как рассказывают в церкви, таких чудес, связанных с ней, зафиксировано более сотни. Мы все приходим к Пресвятой Богородице для того, чтобы попросить ее помощи. Образ не зря называется чудотворным, потому что на протяжении 900 лет ее истории Пресвятая Богородица помогала каждому обращающемуся к этой иконе. А еще икона почитается как одна из святынь дома Романовых. Перед ней молились все цари из этой династии. Просили о благополучии России и ее жителей. Феодоровская икона особенная. Она двусторонняя. На лицевой части лик Божьей Матери. На обратной стороне святой Пороскевы, покровительницы свадеб и невест. Верующие перед иконой молятся о семейном благополучии. Считается, что она покровительствует рождению и воспитанию детей. Чтобы помогла, будем говорить, чтобы у нас появился в семье внучок. Помолиться, попросить за своих детей и за всю семью нашу. Как любая святыня, это что-то дает нам нашей душе. Хочется приложиться к ней в душе, попросить благополучия для родных, для близких, для страны. Феодоровская икона находится на постоянном хранении в Богоявленском Анастасийном кафедральном соборе в Костроме. А сегодня путешествует по городам Кубани. К святому лику уже прикладывались в Новороссийске, Ейске и Армавире. Вообще, эта икона редко покидает стены Костромского кафедрального собора. Именно поэтому ее прибытие в Сочи ждали с таким трепетом. Божья помощь нам очень нужна. И икона Божьей Матери во все времена очень сильно помогала нашему народу. И уверен я и в том, что и сегодня это событие очень важное. Очень важное не только для жителей города Сочи, но и для всего нашего региона. В Сочинском храме нерукотворного образа Христа Спасителя икона будет находиться меньше суток, до 12 часов ночи. Из Амеретинской долины святыня отправится в Краснодар. Оттуда на постоянное хранение в Кострому. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.